У нас здесь раньше на стадионе, вы все знаете, были деревянные лавочки такие, можно сказать. Но дерево такая вещь, которая служит недолго, и она уже вышла из строя. И поэтому вопрос о том, чтобы привезти стадион в более-менее надлежащий вид, состоял очень быстро. Потому что стадион это место, где у нас проходят и массовые мероприятия, и концерты, какие-то культурные заходы. Люди, которые приходят на стадион, должны чувствовать себя комфортно. Я и мой зам Котенко Николай Николаевич, мы нашли завод-производитель под Одессой, непосредственно люди, которые выпускают эти пластиковые сидения. С ними была договоренность, что они нам по непосредственной цене по своей производительности, ну сразу от станка эти сидения продадут. Я вышел с таким предложением на голову плановой бюджетной комиссии Лукинского Юрия Леонидовича. И надо отдать ему должное, что он услышал про них с этим вопросом. Ну и мы два года это все дело мониторили, ходили. Я был на комиссиях, мы общались с депутатами. И вот семь месяцев назад нам эти деньги выделили. Была выделена из бюджета, из городского суммы 200 тысяч ривен. Эти деньги пошли на приобретение этих 750 сидушек, на их доставку. И небольшая часть этих денег пошла на комплектующие до их установки. Вот это все в законченном виде. То, что вы видите, сейчас наши рабочие заканчивают работу. Все это все обошлось 400 тысяч. Это люди, которые действительно все это вытащили на своих руках, плечах. Это наши рабочие ФСНК Николай Александрович и Барабаш Владимир Степанович. То есть они вдвоем провели высокотехнологическую работу по свариванию и установке конструкций металлических. То есть это очень сложная работа. И мы это сделали своими силами, наш спортивный комплекс. Ну а не конкретно два этих человека. Я им очень признателен за их работу. Вот мы имеем такой вид стадиона. Пока это 750. На данный момент это уже, скажем так, большой плюс. Также мы планируем заменить, поставить еще такие же пластиковые сиденья, сидушки на скамейке запасных. Ну и также вы видите, что мы делаем ремонт судейского домика на столе, который имел тоже, скажем так, не очень презентабельный вид. И вы видите, что у нас тоже идут здесь ремонтные работы. Это бюджетные деньги нам выделены. Внешний ремонт капитальный. Сейчас идут отделочные работы. Он будет поддольный покраски. Ну и внутри тоже мы своими силами тоже делаем ремонт. Что мы продолжаем внедрять в жизнь программу энергосборожения. В первую очередь, что она себя включает, это замена старых окон на металлопластиковые профиля современные. И мы буквально неделю назад поставили три металлопластиковых больших окна. Это мы поставили тоже не бюджетные деньги, а заработанные нами, спортивным комплексом. Поэтому нам осталось буквально пять окон поставить. Ну и пользуясь случаем, я хотел бы от себя, от коллектива, сказать хорошие слова про нашего начальника управления, про Брусенцову Нелевейну, которая поддерживает нашу работу во всех наших моментах, наших стараниях. Поэтому у нас очень хороший коллектив, дружный, и я думаю, что мы будем работать дальше на благо нашей материальной спортивной базы, для того, чтобы люди занимались физкультурой, спортом хорошим. Понятно, что сейчас мы все переживаем такой непростой момент в связи с эпидемией коронавируса. Но коронавирус, знаете, как сегодня есть, завтра, дай бог, мы все-таки надеемся, что его не будет. Ну а нормальная жизнь города и страны будет продолжаться, поэтому вот это, что мы делаем здесь, поэтому это очень важно для города, я считаю. И пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем нашим жителям, молодежи. Большая убедительная просьба. Вы когда будете приходить сюда на стадион, то что вы прекрасно поняли, что здесь сложный человеческий труд, человеческий труд. Здесь люди очень много работали, трудились, очень многие люди были задействованы, чтобы привести это все в порядок, чтобы можно было прийти в приличный стадион. Поэтому берегите, пожалуйста, то, что сделано людьми для вашей семьи.